итак ребята всем привет освещение плохое не знаю почему боже зато как как видно все мои недостатки на лице ну что срочно делать с этим и не знаю почему еще так яркость показывает капец и так хотелось с вами поговорить на такую тему всегда смотрю youtube и немножко меня раздражает потому что некоторые люди которые живут здесь или даже не живут здесь придумывают то чего нет понятно что есть законы но когда они уже живут в германии понимать как все это происходит много лет живут и знают как на самом деле берут и придумают вот сегодня хотела с вами поговорить такую тему что нельзя делать германии и что бесит немцев я увидела в ночь рука на канале и хотела высказаться свое мнение потому как мы с вами уже живем год германии и сказать свою точку зрения то что мы видим на самом деле и рассказать вот он рассказывала много разного всего о законах бла-бла-бла я начну с 1 он рассказывал что нельзя выкидывать на улице германии косточки от фруктов ягодных кожура банана потом и что еще много чего стеклянных бутылок пластмассовые бутылки мне хочется сказать а извините какая страна может да есть единственная страна это я не поверю чтобы не было никогда в жизни ни одной бутылки ни одного мусора ни одной не косточки нигде не валяются до германии может и принятые законы но он рассказывать таким вот типа немцы если увидят что где-то валяется бум бумажечка где-то валяется пластмассовая бутылка вермании пластмассовые бутылки не будут валяться их подберут люди будут сдавать я думаю ну неблагополучные люди которые собирают как вы знаете вермании я например видела с они когда бомжи можно так сказать прямом там выпили бутылку пива и ходят вот это ищут по мусоркам бутылки что потом их сдать утилизировать и купить новую бутылку пива поэтому реально чувак придумал такое что немножко меня раздражала также кожура банана не знаю как вы видите но я вам постоянно у нас в городе наблюдаю именно в нашем районе постоянно валяются особенно когда-то мама с детьми выходит вот эти арабы и так далее дети выбрасывают кожура валяется им все равно может быть возле мусорки мимо мусорки кинуть пройдут и даже не поднимут вот это правда я могу сказать что лично в нашем городе я такое всегда замечаю и никогда я не видела чтобы кто-то подошел и сказал вот подними или сейчас пойду полицию вызову и тебе там будет штраф он говорит вот вот так то я то видел 20 евро они оплатили штраф этот я хотела бы ему задать вопрос но я не буду типа но ты видел с ними еще что не снял это и не показал ну реально раздражает тип второе что он рассказал немцы бесятся когда с ними не здороваться в германии у немцы принято поздороваться даже если вы не знакомы честно ну что ты за чушь несешь да я понимаю вот соседи первый день мы были незнакомы они с нами поздоровались но они же все равно догадались что мы находимся подъездом мы здесь живем или мы какие-то родственники пришли в гости там и логично они поздоровятся на чтобы с нами когда-то кто-то там прошел какие-то незнакомые немцы говорили нам на каждом шагу халатом или не знаю морген и так дальше без морген до завтра то я уже свое говорю но чтобы они здоровались каждый день там с нами мы с вами такого не наблюдали не знаю как вы но мы не наблюдали что еще он рассказывает германии не принято шуметь 20 00 до 7 утра из 13 00 до 15 00 что могу сказать насчет вечера с 20 00 до 7 утра скоро у нас выйдет видео о том что было в два или в три часа ночи когда были разборки и это всегда у нас происходит не знаю в живом таком может неблагополучном районе не хочу жаловаться на постоянно ли то ли разборки то бухи бухи это бомжи то драки то воровство то наркомания ну честно то как есть то и говорю и постоянно шум постоянно музыка постоянно громкость бывает такое что реально не можно уснуть пьешь чай успокоительные реально бывает окна закрываешь комнате а вот с кухни с кухни очень слышно и вот не надо недавно на днях было реально страшно потому что там не то что была драка там чуть человека можно так сказать не убили но это в следующем видео там мы покажем вам расскажем более подробно зайдете посмотрите также в нашем доме бывают такие частые случаи когда соседи врубают музыку с 10 в 11 12 часов ночи может быть два часа ночи в соседнем доме на улице кто-то врубит крики шум это все слышно не только в доме но и на улице я не знаю может это должен быть какой-то частный сектор я не знаю где люди живут хорошо в нашем районе ну не знаю нас такого нет нас паска на шумят также у нас живут соседи немцы постоянно слышно от них музыка почему-то не знаю молодые там молодые живут а там немножко старше вот я не могу понять от кого музыка также много арабы живут здесь и от них также есть музыка постоянно врубают выходной будний день после 10 вечера это нормально а также бывают выходные дни особенно утром когда ты хочешь выспаться выходной день они утром включают музыку на всю и это очень раздражает когда-то может эфир выходили или нет и было слышно я думаю вам музыку так что то что говорит этот человек это совсем не правда я думаю что вы прекрасно это знаете и вы с таким столкнулись что насчет шума я в это не верю не знаю где это нужно находиться что прям шума никакого не было а еще он подчеркнул не знаю вот это меня может быть это правда он написал что сказал точнее выходные ну например в субботу до праздники действуют запрет на танцы но в некоторых регионах германии это спортивное мероприятие переезд новый дом и ремонт вот это я хотела уточнить может быть реально правда у нас здесь они знают такого чтобы в субботу у нас тут субботы кипиш и жарю у нас тут танцы пение постоянно что такое было я не знаю ну может вашем регионе так вот мне интересно насчет этого может реально в некоторых некоторых регионах такое есть хотела бы вас спросить также он подчеркнул что воскресенье воскресенье считается вообще тихим нём даже нельзя утилизировать бутылки то как это громко не знаю ребята хоть воскресенье хоть суббота хоть будний день все слышно очень сильно стирка нас сегодня стирается воскресенье я знаю даже кстати когда-то я слышала когда мы приехали с вами германии что нельзя по воскресеньям стирать там с трех или с часу дня уже не помню стирая стирку а в соседи всегда наблюдаю еще такой прикол я боюсь включить после десяти вечера соседи вверх этажа включая стиральную машинку после десяти вечера в десять или там в одиннадцать на час конечно ставят ну будний день будний или выходной день и такое бывает реально я даже боюсь но они не боятся значит надо о чем-то задуматься видимо не типа так сам что же он еще рассказал вот мне тоже хотелось вам рассказать вот последнее что он рассказал если вы находитесь компания с немцами и решили пойти да на допустим покушать кафе или ресторан заказали еду на принесли только например пока что вам еду одному человеку а всем остальным не принесли то не спешить садиться есть дождитесь когда всем принесут еду он этим так хотел удивить всех логично что человек не набросится на еду и будет ждать когда всем принесут еду но он уточнил что такое только в германии господи ну видимо он не дожидается своих друзей и садиться есть видимо он себе хотел это рассказать и так поняла но реально адекватный человек не будет есть сам он дождется когда у всех будут заказы когда всем принесу точнее еду и все вместе будут кушать но он уточнил что вот только в германии немцы так не принято немцев это раздражает бла-бла-бла дождитесь ну хотелось бы сказать ну зачем ты такое придумаешь вымышленно реально адекватный человек дождется когда всем принесут еду и все будут кушать как адекватные люди не знаю и таких кстати хотела вам сказать таких видео ютубе миллионы все ведутся да 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 мы такого не знаем а что будет бла-бла-бла да существует закон определенные законы определенные да я согласна счет закона жвачку выбрасывать и эти бычки когда я вижу что выбрался дмилю у нас кстати такой минус в нашем районе еще очень много выбрасывают когда курят бычки мы сами никогда не позволяем себе выбросить мы может даже в сумку покласть бычок что принести домой и выбросить его в мусорный пакет но когда ты ходишь смотришь на площади вот после праздников мусор много бычков много стекла разбитого всего и у меня одно тоже непонимание типа вот действует законная почему же их никто никак не поддерживает также еще нас большой минус когда я вам рассказывала может быть мы выносим мусор в нас там есть общий до двор сзади нашего подъезда сзади дома и туда сбрасываться два дома все выносят мусор и когда мы заезжали квартиру нам сказали сортировать ну то как мы не знали там бумага общий и пластик уже сколько я месяца ухожу я сортировала и сортирую до сегодняшнего дня но когда я смотрю когда люди скидывают в один бак вещи продукты пластик бумага я удивляюсь а где же законы держите самые немцы которые это все придумали а в итоге вот так все засырают но не только немцы хочется сказать тут большой минус на живут арабы которые этому все делают но реально я до сих пор этого не понимаю ну как то так вот большой минус том что не знаю надеюсь в других районах нашего города нет такого на здесь большой минус реально люди берут и выкидывают все в один пакет там я говорю пластик так далее в один бак не задумываясь ни о чем ну и штрафа никогда не приходила я удивлялась говорю подписал вот так при аня придет нам штраф за кого-то потому что они выбрасывают все в один бак пока что такого не было слава богу но это реально удивляет как люди себя показывают свое нутро но я же говорю могу подчеркнуть что да в нашем районе очень живет живет много арабов можете всего из-за этого что они привыкли жить вот так в грязи как свиньи по-другому не сказать итак ребята на этом все не знаю сейчас будем уборка пыли или что расскажите как у вас как действуют ли у вас законы правда насчет шума ли нет я такого ну не знаю что было постоянная тишина у нас такого нет так же такие дела ребята подписывайтесь на канал задавайте вопросы нам напишите комментарии все любим всем целуем всем пока